Книга «Открытым оком», тема «Коммунизм», том 18, вопрос 3189. Вы начитывали жития святых и коснулись мучеников XX века. Есть ли разница, кто как вел себя при допросах в тюрьмах между первыми христианами и послереволюционными? И как правильно вести себя? Отвечать ли на вопросы следователя о других людях? Или ничего не говорить? Что ваш личный опыт говорит? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В житиях всякого жито по лопате можно найти. Одни шли в несознанку, в полное молчание, по-партизански, а другие рассказывали все, что было известно, как известный целитель Пантелеймон выдал своего учителя Ермолая и зато не осуждается. Мой опыт невелик, но по моему делу проходило 32 допрошенных человека. На вопрос следователя Пичугова, ВН, кому верить, если будут расхождения между показаниями моими и моими свидетелями, я четко ответил, что верить только им, потому что речь шла о том, кто им давал пленки. Где мне было упомнить всех? А таких были сотни, кто брал у меня магнитофонные катушки с записью религиозных книг. Я читал допросы баптистов, которых арестовывали с 1962 года. Лишнего ничего не говорили, а было свидетельство о Христе. Здесь же про кого бы не читал, все борьба за власть, все о руководстве церковным, как свихнулись на то. И нигде нет свидетельства евангельского. Нигде. Оно и не было известно митрополитам ни в России, ни за границей, потому что и будучи уже на Соловках, давили на нижних нарах клюку, чтобы совершить литургию. Жили для литургии. Литургийное христианство. Монашеское, но не евангельское. Вот показания на допросах маститого иерарха, ныне канонизированного. Он не скрыл о всех, кого знал и кого не знал. Но это не помогло. Расстрелян. Митрополит Иосиф был арестован в ссылке и привлечен к делу Всесоюзной Организации ИПЦ. 9 сентября, по старому стилю, по новому, 4-го, вернее, тысяча, так, или что это, 4-го, понятно, 1930-го года. Первоначальный митрополит Иосиф допрашивался в Ленинграде, затем был доставлен в Москву. Его показания занимают в деле одно из центральных мест. По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 3 сентября 1931 года, митрополит Иосиф был приговорен к 5 годам заключения в лагере с заменой на высылку в Казахстан на тот же срок. В 1937 году митрополит Иосиф был вновь арестован, приговорен к расстрелу и расстрелян 20 ноября, 65 лет. Вот что известно о его последнем месте. По рассказам племянницы Нины Алексеевны Китаевой, Владыка Иосиф жил на окраине Чемкента, на Полторадской улице, около Арыка, за которым простиралась нераспаханная степь. В небольшом казахском глинобитном доме он занимал комнату с верхним светом, обставленную очень скромно. В ней стоял глубоко сколоченный стол топчан, на котором спал митрополит и пара стульев. Вставал Владыка в 6 утра, и каждое утро один служил за аналоем, на который ставил небольшой резной склари. Кончив службу, он шел на базар за покупками, завтракал, немного отдыхал и садился читать. Книги ему присылали или давали местные ссыльные. Часто из России приходили с окази посылки или деньги, поэтому митрополит жил, не нуждаясь. Легального храма в городе не было. Ссыльные владыку посещали редко, и беседовал он с ними, прогуливаясь в степи. Письма, как правило, присылались и отправлялись с доверенными людьми, наезжавшими в Чемкент. Хозяйство митрополита вела монахиня Мария Коронатова, бывшая учительница в Устюжне, последовавшая за ним ссылку и, очевидно, разделившая его судьбу. Ставшие теперь доступными документы следственного дела, не оставляют места для сомнений. Митрополит Иосиф был арестован 24 июня 1937 года. Мерзояновским районным отделом НКВД и помещен в тюрьму города Чемкента. Он проходил по одному делу со святым митрополитом Кириллом Смирновым и епископом Евгением Карбановым, арестованными Кабрановым, арестованными 7 июля. В обвинительном заключении от 19 ноября 1937 года говорилось, Петровых Иосиф является заместителем Смирнова КАИ и в случае ареста последнего Петровых должен был возглавить контрреволюционную деятельность организации. Помимо этого Петровых проводил работу по концентрации контрреволюционных сил церковников вокруг контрреволюционной организации, вел новую вербовку членов и организовывал контрреволюционные ячейки на местах. Заседанием Тройки Управления НКВД по Южно-Казахстанской области от 19 ноября 1937 года митрополиты Иосиф и Кирилл и с ними епископ Евгений были приговорены к высшей мере наказания. Эти два духовных столпа русской церкви прославили Христа Бога своей мученической кончиной в новичерье Михайлова дня 7 по старому стилю по новому 20 ноября 1937 года. Их расстреляли и похоронили в лисьем овраге под Чемкентом. Протокол допроса Петровых и Иосифа 23 сентября 1930 года Я, ниже подписавшийся, допрошенный в качестве обвиняемого, дробь свидетеля, показываю 1. Фамилия Петровых, 2. Имя, отчество Иосиф Семенович, 3. Возраст 1872, сведения о прежней судимости в городе Ростове за совершение крестного хода, через три недели освобожден. Во время изъятия церковных ценностей по суду к двум годам тюремного заключения, по касации, через месяц освобожден и в конце концов, без суда и следствия находился в выселке в Череповецком округе в Моденском монастыре. В Моденском монастыре, будучи предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, по существу показываю, цитата. 1. Рукопись, обнаруженная у меня при обыске, написанная мною лично. 2. Толковать с вами самое бесполезное и безнадежное дело. Мы никогда не столкуемся. Вы никогда не сделаете того, чего я хочу. Я никогда не сделаю того, что вам нужно. 3. Вам нужно уничтожение Христа. Мне его процветание. 4. По-вашему, мы мракобесы. По-нашему, вы настоящие сыны тьмы и лжи. 5. Вам доставляет удовольствие издеваться над религией и верующими, таскать по тюрьмам и гонять по ссылкам ее служителей. 5. Нам кажется величайшей дикостью, позором из позоров XX века, ваше насилие над свободой совести и религиозными убеждениями человечества. 6. Написан он в состоянии крайнего нервного возбуждения при вызове к агентам ГПУ в Моденском монастыре, 7. Которые в двухчасовой срок предложили мне дать ответы на вопросы. 1. Мое пребывание в ссылке. 2. Отлучка в Ростов. 3. Мое отношение в настоящем положении к современным событиям. Отвечать я начал именно так, как приведена вышеуказанная рукопись. 3. Но впоследствии, немного успокоившись, я понял, что совершенно неуместны, вписано над строкой и сумасбродно, такие мысли. 4. И написал три ответа, обнаруженные также при обыске. 5. Сейчас я выражаю искреннее и глубокое сожаление, что мог допускать такие мысли. 6. Если я их сразу же не уничтожил, то лишь потому, что эта рукопись в суматохе куда-то завалялась, и я не мог ее обнаружить и уничтожить. 7. Ответ мой о ссылке мне помогла с черновиков переписать Мария Ивановна Гранатова, которая жила при мне и помогала мне в хозяйстве. 7. Копии этих ответов я оставил у себя. 8. Этими ответами приезжающие ко мне духовенство и верующие интересовались, переписывали и увозили. 9. Находясь в ссылке в Маденском монастыре, ко мне приезжали за советами не только с Ленинграда, но приезжали из других городов СССР. 10. С Ленинграда чаще всего приезжала монахиня Анастасия Куликова. 11. Через нее я получал всю корреспонденцию как с Ленинграда, так и с других городов. 11. Помню, что таким образом была получена копия письма митрополита Петра, написанного им с высылки одной своей киевской знакомой. 12. В этом письме митрополит Петр писал о трудностях его пребывания в ссылке и о том, что ему продлен срок ссылки еще на два года. 12. Помимо письменных ответов моих, я с матушкой Анастасией сообщал и давал те или иные указания и устно. 13. С Ленинграда, кроме Анастасии Куликовой, приезжали за советами и разрешениями тех или иных вопросов следующие лица. 14. Священник Алексей Вознесенский, раза два. 15. Викторин Добронравов, один раз. 15. Иеромонах Тихон, исправлено вместо Стефан. 16. Николай Ушаков, Филофей Поляков, епископ Василий, Миряне Мария Петровна Березовская, два раза. 16. Наталья Николаевна Андреева, два раза и другие, которых не помню. 16. С Натальей Николаевной Андреевой в ее приезде были разговоры о событиях, происходящих вокруг церкви. 16. Разговаривая с Андреевой, я заключил, что Андреева была удручена последним расколом, происшедшим в нашей организации в связи с регистрацией двадцаток, вследствие чего духовенство в лице Викторина Добронравова, Алексея Вознесенского, Николая Ушакова, Николая Васильева и других 16. Отошли от епископа Сергия Дружинина и Василия Докторова и прекратили служение в церквах, принявших регистрацию. 16. Наталья Николаевна мне говорила, что она лично принимала усердие к примирению, а тем более еще тогда, когда увидела, что бывшие духовные чада умершего священника Федора Андреева прекратили посещать храм Воскресения на Крови. 16. О московском антисергианском течении я был в курсе дела отчасти от тех лиц, которые ко мне приезжали, а отчасти и от Натальи Николаевны. 16. В один из своих приездов ко мне она говорила о деятельности какого-то еще знакомого Лосева, но что она говорила, я не помню, и не зная этого Лосева, я не придал разговору Наталье Николаевне никакого значения. 16. Добронравов, Вознесенский и Ушаков приезжали по поводу своего отхода и непризнания регистрации. 16. В своих разговорах они хотели меня убедить и осудить перерегистрацию двадцаток, но я был против их предложения и говорил, что раз эту регистрацию требует гражданская власть, то ее нужно производить. 16. Я был более согласен с предложением Марии Петровны Березовской, которая, приехав ко мне по этому же делу, в пункты регистрации внесла оговорки. 16. Я тогда же эти оговорки одобрил. 17. Отказ от благотворительности церкви может быть допущен только в противоречии с нашими церковными правилами. 17. Про Алексея Шишкина, яромонаха Северного Кавказа, знаю, что он бесприходный священник, который ведет агитацию против регистрации, призывая верующих уйти в подполье. 17. Об этом Шишкине мне писал нынешним летом один священник, который был против Алексея Шишкина. 18. Написано с моих слов правильно. 18. С. А. ФСБ РФ. Дело Всезоюзной Организации ИПЦ. 18. Том 11. Лист 307-308. 18. На обороте подлинник. Автограф А. Макарова. 18. Каждая страница заверена подписью митрополита Иосифа. 18. На листе 312-313. Заверенная А. Макаровым машинописная копия. 27. Сентября 1930 года. 19. Продолжение допроса Петровых Иосифа. 27. Сентября 1930 года. 28. Как в первый свой приезд в Ленинград, так и проездом в Ростов через Ленинград, я останавливался у моего земляка Дмитрия Петровича Варганова, проживающего по Горстинской улице, дом номер 14. 29. Проезжая в Ростов, я пробыл в Ленинграде два дня и одну ночь. 30. За эти два дня я, кроме епископа Дмитрия, у которого обедал, ни у кого не был. 31. Меня же на квартире Варганова посетило духовенство и знакомые, и с некоторыми из них было чаепитие. 31. Кто оставался на чаепитии у Варганова, я не помню. 31. Как не помню, какие вопросы за чаепитием обсуждались. 31. Отрицая свое руководство над антисергианским течением, я все же сознаю, что нужно же кому-нибудь было быть духовным руководителем и советником того духовенства и верующих, 32. Которые в силу лжи митрополита Сергия отошли от него и примкнули к нашей церковной группе. 33. Так как кроме меня никого из митрополитов не было, то только этим я и объясняю, что ко мне со всего Союза приезжало духовенство и верующие за советами. 34. После того, как я был выслан в Моденский монастырь своим заместителем, я назначил епископа Дмитрия. 35. А после ареста последнего руководство перешло к епископу Дружинину Сергею. 36. Первое время епископ Дмитрий являлся моим заместителем только по Ленинградской епархии. 36. Но впоследствии, когда антисергианское течение разрослось далеко за пределы Ленинградской епархии, я не мог ему запретить, да и сам с ним был согласен за то, чтобы всем обращающимся к нему за руководством он давал советы. 37. Сам епископ Дмитрий по всем вопросам меня оставил в известность, спрашивая у меня как своего митрополита советов и руководства. 38. Распространение антисергианских документов, в которых задевалась и советская власть, преступления не считаю. 39. Этими документами мы критиковали слова и дела митрополита Сергия, его лакейский подход к советской власти в его церковной политике. 39. Я ничего не имел против того, что группа ленинградского духовенства и мирян на декларацию митрополита Сергия написали протест, требуя от последнего изменения взятого им курса церковной политики. 40. Лакейский подход Сергия к власти в его церковной политике факт неопровержимый, и вся советская печать гораздо злее и ядовитие нас высмело это лакейство и в стихах, и в особых фельветонах, и юмористических иллюстрациях. 41. Почему же нам это воспрещено? 42. Захранение и распространение этой критики людей преследуют как захранение и распространение чего-то антисоветского. 42. Правда, здесь прорываются иногда вопли, как будто бы и власть задевающие. 43. Но ведь это неизбежно, как одна крайность при другой. 43. Как невольная отрыжка тех подхалимств, до которых дошел наш недавний господин Лакей Сергий. 44. В этих воплях, в этой отрыжке нет, однако же, активного противодействия и оскорбления власти, а простое подчеркивание контрастов. 44. В самом деле, если Сергию по пословице «плюнь в глаза, ему все будет божья роса», то мы говорим, что плевок есть плевок и только. 44. Сергий хочет быть лакеем советской власти. 45. Мы хотим быть честными, лояльными гражданами Советской Республики с правами человека, а не лакея и только. 45. Ведь в других областях власть наша, советская, крепкая и спокойная за свое существование, не боится никакой здоровой самокритики и даже сама ее ищет и требует. 46. Не боится никакой здоровой самокритики и даже сама ее ищет и требует. 47. Проявляя свое участие в церковной жизни, общины, храма Воскресения и других, единомысленных с нею советами и помощью в решении разного рода вопросов церковного характера, 47. Я считал и считаю, что не выходил из рамок законности, поскольку сама власть позволяла меня регистрировать при этой общине в качестве ее духовного руководителя и не предъявляла мне никаких требований в смысле ограничения моих чисто духовных прав. 48. Запретили бы мне это прямо на тех или других законных основаниях, и я не пошевелил бы и пальцем, признавая некоторую нелояльность своего личного поведения в отношении власти, 49. И находя, что безупречное соблюдение этой лояльности чрезвычайно затруднено вообще при таком множестве всякого рода невыясненных достаточно ограничений свободы живой человеческой личности, 49. И возможно, разве только для высшей стопроцентной мудрости Сократа. 50. Я прошу вновь власть простить мне мои ошибки, о коих выражаю искреннейшее сожаление, и принять мое честное и отнюдь не лакейское заверение, что сознательным врагом и вредителем власти никогда не был и быть не могу уже в силу своего далеко не дворянского происхождения, в силу того, что никогда не был особым сторонником старого режима, с коим у меня посему даже были в прошлом немалые недоразумения. Прекращение мною в 1905 году всякого поминовения царской фамилии за богослужением и за это лишение на некоторое время возможности священнослужения, перевод на худшее место, лишение наград и повышений по службе и тому подобное. Доколе же тяготеть будет надо мной несчастный рок, не дающий заработать и у нового режима честного и незапятнанного имени при всех искренних желаниях и попытках этого. Так уже в сопроводительной статье, публикованной в газете «Известия» о декларации митрополита Сергия писалось, «Только наиболее тупые и заскорузлые представители духовенства не способны были понять и увидеть, что политическое равнение по пастве, по трудовому народу необходимое условие сохранения за церковью того, что у нее еще осталось. И прежде всего сохранение тех доходов, которые простодушное паство еще им доставляет». Среди церковников «Известия» в ЦИК 1927 год, номер 188, 3122, 19 августа. Антисергианская организация началась с известной декларации митрополита Сергия, где он, высказав более или менее приемлемые для всякого честного советского гражданина мысли, в то же время допустил неприемлемые для церковного сознания действия, нашедшие свое выражение тотчас в целом ряде противоцерковных мероприятий. Переброска с места на место почти всех тогдашних архиереев, уничтожение синода на неканонических началах, уничтожение вовсе некоторых епархий, произвольное слияние их, прекращение молитвы за привлеченное по гражданскому суду духовенство и тому подобное. Радости советской власти не могут быть нашими общими радостями. Советская власть получает удовлетворение закрытием той или иной церкви. И мы можем только иметь скорбь и не можем радоваться. И мы можем только иметь скорбь и не можем радоваться. В программе советской власти на первом месте поставлена борьба с религией как опиумом для народа. Мы же считаем и всякое преследование духовенства и верующих преследованием религии и только можем выражать скорбь. Как глава церкви, прежде чем осудить за краничное духовенство, митрополит Сергий должен был учинить формальный церковный суд. И как глава церкви он был не вправе в своей декларации осудить огульно все духовенство. За политику церковный суд не судит. Это дело гражданского суда. О всех событиях, которые происходили в церкви в воскресенье на крови, мне сообщали приезжающие из Ленинграда как мать Анастасия Куликова, так и другие. Через них я получал в церкви денежное спомоществование в размере 50-60 рублей в месяц и продуктами. Кроме Куликовой приезжала два раза Андреева Наталья Николаевна, раза два Мария Петровна Березовская и духовенство Добронравов Ушаков Вознесенский, епископ Василий Филофей Поляков, священник Петр Пилавский, монах Тихон с Александра Невской лавры. Все эти лица приезжали ко мне за разрешением вопросов, как лично их касающихся, так и всей нашей организации. В одном письме я писал епископу Дмитрию, чтобы с лицами, которые приезжают из других городов и местностей, он был осторожнее и прием их в наше общение производился после тщательной проверки приехавшего. Я лично принимал тех, кои имели письмо от епископа Дмитрия. С Киева приезжала ко мне по поводу священника Спиридона некая Анисья. Приехала она уже с Ленинграда с письмом Натальи Николаевны. Фамилию этой Анисьи я не знаю, но Наталья Николаевна может знать, так как она направила ее ко мне с письмом. Во время следования в Ленинград я, воспользовавшись тем, что сопровождающий меня сотрудник ГПУ на станции Тихвин, пошел разыскивать мягкое место, на которое мы имели право. Пошел в уборную, наскоро написал открытку и сам опустил письмо в почтовый вагон, который был в нашем поезде рядом с нашим вагоном. Письмо было написано на имя Анны Андреевны Федоровой по адресу Малый Казачий переулок, дом номер 9, квартира 103. В письме я извещал, что меня везут в Ленинград, прося оказать мне помощь в необходимом. Разрешение на отправку письма я ни у кого не спрашивал. Кроме ранее указанных мною лиц, приезжавших ко мне с Ленинграда, дополняю, что приезжал представитель от Единоверческой Церкви от священника Алексея Шеляпина с письмом. В этом письме Шеляпин, осуждая взятый митрополитом Сергием курс церковной политики, просил его принять в общение с нами. Письмо было переслано через юношу Иннокентия, которого Шеляпин просил благословить в монашество. Переговорив с Иннокентием, я пришел к тому, что в монашество его можно посвятить, и дал в этом согласие. Мое письмо к священнику Николаю Ушакову, отказавшемуся служить в церкви, где выбрали патент на свече, действительно является письмом, в котором я его благодарил за твердую и решительную борьбу со всякими уклонами и покраснениями. В письме я ему писал, что я на него надеюсь в будущем, что время лукавое и опасное для всяких послаблений. Призывал быть на страже, так как находил, что и нашу группу хотят тоже использовать для целей ничего общего, не имеющих с истинною Церковью Христовую. Просил поддержать слабых и робких своим примером. Я отметаю все антисоветское и каюсь в своих ошибках, о которых, повторяю, так трудно всякому уберечься. Я готов на все, что нужно в пределах возможного для восстановления доверия ко мне власти и для доказательства моей лояльности к ней. Без единомыслящей и двадцатки лиц в ней состоящих никакую работу духовную проводить нельзя. Ко мне приезжало и духовенство, и верующие, не только те, которые примыкают к нашей организации, но обращалось духовенство и верующие, которые к нашей группе не примыкают со всеми своими скорбями. Так, помню, ко мне приехал один гражданин, у которого описали все до основания, вплоть до палки. Обращался один священник, сергианец, которому предложено было властью оставить город Устюжину. И всем я им говорил, чтобы они терпели. Говорил слово утешения, и они с утешением уезжали домой. Ненависть крестьян к советской власти доходит до открытой пропаганды и выступлений. Крестьяне буквально голодают, не имея хлеба, а если имеют, то не имеют возможности смолоть. Ветряные мельницы все закрыты, на других же отказываются молоть. Я, живя в Моденском монастыре, этих разговоров наслушался и удивляюсь, почему только у нас, духовенство, советская власть, почему только нас, духовенство, советская власть привлекает к ответственности. Записано с моих слов правильно, но тенденциозно. Иосиф Петровых. Далее митрополит Агафангел сообщил, что у него имеется также проект собственной декларации, в котором он предполагает выступить против Сергия, что эта декларация одобряется всеми ярославскими архиереями, и что я приглашаюсь присоединиться к ней, как проживающей в пределах Ярославской епархии, и обязанной этим самым к единомыслию с местными иерархами, среди коих я нашел убежище в своем изгнании. После этого декларация была разослана по распоряжению митрополита Агафангела ко всем запрашивавшим его советов и руководства с разъяснением, что в силу постановления соборного при отсутствии, обличенной доверием центральной духовной власти или при невозможности сноситься с нею, архиереи на местах обликаются всею полнотой прав и управляются совершенно самостоятельно. Мысли декларации Ярославской воспроизводимой очень не точно, по моей слабой памяти, двоеточие кавычки открываются, Ваше Высокопреосвященство, хотя ни соборными определениями, ни практикой церковной жизни не оправдывается, Ваше состояние укормило церковное управление, тем не менее, доселе мы подчинялись Вам в надежде, что Вы доведете церковный корабль до Тихой пристани, то есть до созыва церковного собора, который разрешит все наболевшие вопросы церковной жизни и даст ей так необходимое успокоение и мир. Но надежды наши не оправдались. Напротив, целый ряд наших незакономерных действий, как то, простите, напротив, целый ряд Ваших незакономерных действий, как то, перемещение архиереев с места на место без законных оснований, назначение викариев без ведома и согласия правящих архиереев, запрещение им священнослужения, наконец, учреждение Вами совершенно не канонического синода, состоявшего сплошь из бывших обновленцев и даже одного из них переметавшегося в раскол старообрячества. Все это грозит не успокоением, а усугублением страданий церкви, достоинства, которые Вы уронили, еще более Вашим невызванным никакою нуждой угодничеством предвнешними, чем вызвали неслыханные издевательства и на церковь. Мы всегда были сами и остаемся честными и лояльными советскими гражданами, но Ваш образ действий находим совершенно неуместным и не достигающим цели умиротворения церковного. А потому объявляем Вам, что с нынешнего времени мы отделяемся от Вас и будем управлять нашими епархиями самостоятельно, соблюдая верность митрополиту Петру и руководствуясь в наших действиях правилами апостольскими Вселенских и Поместных Соборов, практикой и неотъемными распоряжениями прежней церковной власти, а также Всероссийского Поместного Собора 1917 года, до того времени, пока Вы сознаете свои соблуждения и сделаете вновь возможную работу с Вами на пользу Святой Церкви. Изложено приблизительно подписи Митрополита Агафанкел, Архиепископ Варлаам, Архиепископ Серафим, Митрополит Иосиф, Епископ Евгений. Посетители мои и дела, по которым приезжали и о коих беседовали более часто, монахиня Анастасия привозила продукты, посылки от знакомых, письма от них, вопросы владыки Дмитрия, по коим он затрудняясь спросил совета и сообщал о всех текущих событиях в церковной жизни. Протоиереи Добронравов, Ушаков, Вознесенский приезжали за разъяснением по вопросу о регистрации храмов и об отношении к храму Воскресения и другим с ним солидарным. Получили упрек за излишнюю ревность не по разуму и совет не упорствовать в своем самочине, а останавливать своих духовных чад от распространения слухов о храме Воскресения, который будто бы нельзя посещать, как зарегистрированный, и самим не удаляться от него и служащих в нем. Протоиерей Вознесенский, кроме того, приезжал по своему личному делу, удаленный из храма Архангела Михаила под влиянием протоиерея Полякова, просил защиты и указания, как быть. Я выдал ему справку, то есть напомнил о постановлении Всероссийского собора 1917 года, что никакой епископ, ни священник, ни дьякон, ни даже псаломщик не может быть снят со своего места без уважительных причин. А именно, первое, если он сам не просится, второе, если он болен неизлечимую болезнью. Третье, если впал в ересь или совершил другое преступление, подлежащее церковному суду. Протеерей Поляков приезжал по этому же делу, оправдывая свои действия волею прихода и тем, что официального назначения в их приход протеерея Вознесенского никакого не было, а потому и числиться их священником он не может. Поэтому все дело оставлено без дальнейших последствий. Яромонах Тихон и с ним Мирянин имени, отчества и фамилии не помню, привозили продуктов, беседовали о лавре и других вещах, не имеющих делового характера. При отъезде подвергнулись обыску, не давшему никаких результатов. Брат Иннокентий, фамилию не знаю, по поручению единоверческого священника Алексия Шеляпина, приезжал за советом относительно регистрации и с просьбой разрешить этого Иннокентия посвятить на служение церкви. На первый вопрос дан ответ последовать примеру храма Воскресения, решившего регистрироваться. По второму вопросу не могло быть указано никаких препятствий. Вдова протоиерея Андреева Наталья Николаевна была два раза. Произносила продукты, привозила продукты и посылки от знакомых с их письмами. Беседа касалась многих предметов церковной жизни. Подробно вспомнить все невозможно. Беседа велась урывками и ни на одном предмете долго не задерживалась. Епископ Василий приезжал по своему личному делу погоревать о том, что ему нигде не удается пристроиться для служения. К его утешению вскоре он устроился где-то на Пороховых. При приезде был обыскан безрезультатно. Из других мест вспоминаю следующих посетителей. Священник Андрей Бачук, какая-то Анисия, фамилии и отчества, не помню, из Киева приезжали за советом по делу Архимандрита Спиридона, внесшего немало смуты в одном из киевских приходов, в каком не помню. Этот Архимандрит Спиридон своими новшествами при богослужении сильно напоминал обновленцев, что и смущало многих из духовенства имирян. Я имел отрывочные сообщения от владыки Дмитрия о некоторых приходах Северного Кавказа, солидарных с ним, но непосредственного общения с ним не имел, и лиц, приезжавших оттуда, у меня не было. Из Твери заезжал ко мне по пути из Ленинграда и романах Фотий привозил посылки с продуктами, письмо владыке Дмитрия и других знакомых. И романах Фотий рассказывал о своей жизни в Твери и служении там. С ним я получил несколько вопросов с просьбами дать советы церковного характера, что и было исполнено. Из станции Узловой Тульской губернии была у меня Евдокия Гавриловна Родионова. Это было совсем не по церковным, а по своему личному делу как духовная дочь, которая у меня исповедовалась, искала разрешение своих личных недоуменных духовных запросов. Была в день обыска. Из Москвы никого не было и из других городов более никого не припоминаю. Четыре года довольно большой период времени, чтобы все помнить. Больше всего приезды были из Ленинграда. Из других мест совсем мало и все кажется указанным. Мария Петровна Березовская по дороге в Москву приезжала сообщить о решении их зарегистрироваться, что и одобрено. Также сообщала, что хочет попытаться попросить о дозволении мне устроиться в Ленинграде. Я не советовал этого и вообще смотрю на это безнадежно. Результаты оправдали мои опасения. Еще Макарий Анатолий Серафим по личным делам 19 ноября 1930 года Протокол допроса Иосифа Петровых от 19 ноября 1930 года Я утверждаю, что Новоселов на меня никакого особого влияния не имел. С большей справедливостью это следует сказать относительно архиепископа Серафима Самойловича. По крайней мере он мне говорил, что Новоселова слушаться иногда не вредно. Я знаю, что Серафим под впечатлением Новоселова подготавливал какой-то протест против декларации митрополита Сергия. Какой точно мне неизвестно. Вообще Новоселов больше говорил и влиял на митрополита Агафангела и, как я уже говорил, на архиепископа Серафима. Ко мне Новоселов приезжал один раз вместе с Серафимом на отход Агафангела и его группы на их оформление в самостоятельное течение. Он повлиял в том смысле, что подлил, как говорится, масло в огонь. Он подтолкнул их на том пути, на котором они уже стояли. Со мной Новоселов беседовал о положении в церкви, создавшемся после декларации Сергия. Он говорил о том, что позиция декларации неприемлема для верующего народа и, в частности, для каких-то ревнителей церковных из интеллигенции. Имен кого-либо из представителей такого рода интеллигенции при этом не было названо. О нас же представителях иерархии говорилось, что и нам тоже пора сказать свое слово. Позже архиепископ Серафим Угличский показал мне, переслав, кажется, его письмо Новоселова, в котором последний анализировал троих лиц с точки зрения пригодности их к возглавлению нового церковного течения. Относительно меня и Агафангела говорилось, что мы мало для этого пригодны. Я, как склонный более к созерцательной жизни, а Агафангел как престарелый. Называя Серафима сынком, Новоселов выдвигал на эту роль его, как более молодого и энергичного. Показания мною прочитаны, с моих слов записаны верно, в чем и подписываюсь. Архиепископ Серафим Самойлович о Новоселове мне говорил, что он кого-то объединяет и действует от лица какой-то группы. Наталья Николаевна Андреева называла мне Лосева и Новоселова как каких-то известных московских деятелей по церковным делам. Ко мне приезжал из Москвы священник Дулов, который от имени Москвы требовал, чтобы я опубликовал свою декларацию против Сергия. И хотя я ему согласия не дал на это, тем не менее он эту мою декларацию, бывшую у него на руках, распространил. Я был главой нашей организации в чисто церковном смысле. Практически действовал по моему доверию архиепископ Дмитрий. Андреева Наталья Николаевна хотела все время играть какую-то роль в церковной жизни. Монахиня Анастасия Куликова, под влиянием которой Дмитрий в значительной степени находился, жаловалась мне, что Андреева пыталась втереться в доверие к Дмитрию, приблизиться к нему. Я представляю себе, что роль Андреевой сводилась более или менее к посредничеству между Новоселовым и Дмитрием. У меня были священники Перепелкин и Шишкин с юга. Последний не имеет определенного места жительства и гуляет по всей Руси. Оба они большие фанатики. Я осознаю, что наши документы по существу шли по линии антисоветской пропаганды. Хотя большая часть каждого такого документа трактовала о вопросах церковной политики. Ко мне эти документы далеко не все, при том попали от разных лиц и у меня оставались. Я лично им хода не давал. Копии телеграмм митрополитов Евлогия и Антония Храповицкого я получил из Ленинграда от архиепископа Дмитрия через Анастасию кажется. Телеграмма Антония очень короткая трактовала политику Сергия по отношению к советской власти как измену и предательство. Моя записка о том, что нам кажется величайшим позором из позоров 20 века ваше насилие над свободной совести зачеркнуто вероисповеданием и религиозными убеждениями человечества кавычки закрываются Эта записка выражает только мои личные мнения Вот эта моя резкость которой я порой сам не рад и давала повод понимать меня беседовавшим со мной членом нашей организации именно в том смысле что я будто бы стою за какое-то активное контрреволюционное действие Приходилось иной раз и письма им писать так по причине той же моей резкости что понимали меня опять в том же смысле Такое понимание возможно тем более что люди со мной беседовавшие оказывались зачастую более антисоветски настроенными чем я Для таких лиц конечно мои резкости по отношению к советской власти могли казаться данными директивного порядка У меня из ленинградцев бывали мать Анастасия Ушуков Добронравов и Вознесенский Я конечно понимаю что документы которые выпускались иногда сторонниками нашей организации носили антисоветский характер особенно такие которые трактовали о советской власти как власти антихристовой конечно самое маленькое что может сделать верующий это избегать власти антихристовой по духу этих документов я думаю что Новоселов имел к их выпуску какое-то отношение так как с его взглядами это совпадает но фактов выпуска им документов я не знаю обычно документы выпущенные мне привозила все та же мать Анастасия от нее я знал что Новоселов часто бывает у Димитрия Анастасия зачеркнута часто сообщала мне об успехах нашей организации на Кавказе и в других местах я относился к этому критически заявив даже ей что несмотря на все эти успехи никакого заметного изменения в положении церкви не произошло от Анастасии раз я слышал в ответ на мою реплику что хотя бы знали о нашем положении за границей такой ответ цитата там знают все даже больше чем знаем мы конец цитаты более подробно она мне ничего не сказала показания мне прочитано с моих слов записано верно в чем и подписываюсь Иосиф Петровых А.В. Казанский Ц.А.Ф.С.Б.Р.Ф Дело Всесоюзной Организации ИПЦ Том 11 Лист 341-342 Подлинник Автограф А.В. Казанского Каждая страница заверена подписью митрополита Иосифа Мученик Михаил Александрович Новоселов Годы жизни с 1864 по 1938 год 74 года прожил этот человек церковно-общественный деятель профессор с 1927 года один из активнейших представителей оппозиции митрополиту Сергию Строгородскому 23 марта 1929 года арестован приговорен к 8 годам заключения расстрелив почти все названные митрополитом Иосифом были расстреляны Тучков Евгений Александрович 1892 года рождения умер в 1957 году прожил 65 лет с 1922 года начальник 6 отделения СООГПУ СССР Пророк Исайя 29 глава 9-11 стихи «Изумляйте изумляйте изумляйте и дивитесь они ослепили других и сами ослепли они пьяны но не от вина шатаются но не от секеры ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши пророки и закрыл ваши головы прозорливцы Иов 6-21 «Так и вы теперь ничто увидели страшно и испугались» притча 24-10 «Если ты в день бедствия оказался слабым то бедна сила твоя» неведомому Богу стадион с ума сходил под шквал рукоплесканий и обязательно был кто-то побежден былой кумир низвергнут в небытие он канет а новый Бог и идол молодежи внезапно диков фаворит и вылез но пьедестал так шаток ненадежен и этот вылетит отстреленную гильзой неведомых башков как обратить на пользу в проповеди указав на Бога пусть для начала где-то в две строки но это будут золотые строки спортсмен и олимпийский чемпион берет медаль с присказкой золотую с подножкой и подсечкой шел он на обгон на всех помощников на лошади зло лютует неведомому Богу из Кремля кодили воскуряя смрад хвалений а он душил учил других стрелять как жаль в котле гулака не варился Ленин их сочинение блевотина и смрад смердящая зловонная клака научный ленинизм влек в водопад и в ад где скрежетать и вечно плакать так не творите ж из святых башков мироточение признак обольщения не шли на благовестие пешком и от монашества лишь мусорные щепки то серафим то иоанн кронштадтский раскрутка и ажиотаж слепых канонизация фундамент очень шаткий зачем башков тех в пантеон лепить неведомого библия открыта из тьмы космической невежества и мрака тот бог есть иисус он вере дарит крылья пусть змей с рекой не парализует страхом 15 августа 2006 год Игнатий Лапкин дай мне горькие годы недуга задыхание бессонницу жар от имей ребенка и друга и таинственный песенный дар так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней чтобы туча над темной Россией стала обликом славе лучей 1889 по 1996 годы Анна Ахматова 1911 год темнеют свищут сумерки в пустыне поля и океан кто утолит в пустыне на чужбине боль крестных ран гляжу вперед на черное распятие среди дорог и простирает скорбные объятия почивший бог и бунин 1920 год и ахматова под год Продолжение следует...